Всем привет! Продолжаем смотреть обзоры на напитки и спортивное питание. Идутся с обзорами энергетические напитки, зирующие, так сказать. Сегодня у нас два вкуса. Некий Динамит Энерджи Дринк. Наслышанное было о нем давно от разных людей, подписчиков, мне пацаны писали. В моем сообществе энергетическом, так сказать, да. И я его довольно долго искал и обнаружил его в городе Подольск, Московской области. Динамит Энерджи. Значит, у нас есть оригинальный вкус, крутый и стронг. Бутылочек недорогие, по 45 рублей. Ну что ж, давайте посмотрим все это дело. Для удобства раздаем. Рассмотрим дизайн внимательно, да. Такой вот дизайн, динамит. Стронг Энерджи. Такая вот бутылочка. Здесь у нас тоже логотип, эмблему. Ну, непонятно, зачем на них акцизы, как на алкоголь, когда они без алкоголя. Ну да ладно. Давайте теперь посмотрим составчик. Итак, в состав у нас входит сахар, вкус, ароматическая основа, энерджи, в которую входит вода, моногидрат, декстрозы, таурин, кофейлер, коксоз, лимон, эксфата, витамины, никотинамид, витамин B3, депандатитан, кальция, витамин B5, передоксин, гидрохлорид, витамин B6, цинокобламин, витамин B12, консулат, бензат, натрия, краситель синий, блестящий. Е133, лимонная кислота Е331, консервация роботкали, бензоат, натрия. Как мы видим, довольно химический состав. Далее посмотрим белки, жиры, углеводов. На 100 мл напитка здесь 0,5 у нас 11,4 грамма углеводов в виде сахаров и 46 ккал. Как мы видим, кофеина здесь не так много. Также хочу заметить, что здесь помимо кофеина еще присутствует таурин, но он не указан, сколько есть. То есть здесь у нас два энергетика есть компонента, кофеин, таурин. А теперь еще подлеснем, где изготовитель некое лидское пиво у нас изготовлено. Вот они акцизы налепили, кстати, видите, раз пиво производят. Республика Беларусь, да? То есть это белорусский энергетик. Сразу перейдем посмотреть динамит Original Energy Drink, да? Опять же мы видим такой вот дизайн, тот же логотип, да? Ну, объем 0,5 Беларусь. Давайте посмотрим состав здесь. Наверное, он будет точно такой же. Итак, в оригинальном динамите у нас сахар. Основа энергия, в которую входит гликозно-фруктовый сироп, лимон, кислота, кофеин, таурин, ароматические вещества, коктейли С-50С, либо флавин, витамины, инозитол, неоцин, патантин, кислота, B6, B12, кислоты, лимон, кислота, консервант, бензонат, натрия. Здесь мы видим химозы поменьше, чем в синем, чуть-чуть. Но сахара почти столько же, 12 грамм углеводов в виде сахаров и 48 килокалорий. Да, изготовитель все тоже лидское пиво, республика Беларусь. Пиво лидское я не пиво, ребята, но вот лидский квас я обзор делал, вроде весьма неплохо было. Можете на канале найти. Ну что ж, белорусский энергетик Динамит Энерджи. Настало твое время. Начнем с оригинального. Запах интересный, непонятный. Несильно газированный, не сильно. Неплохо, очень неплохо. Знаете, напоминает мне один давний-давний вкус из детства. Ну, не с детства, скорее, из подростковой юности там. Значит, когда я учился в школе, и в начале универа, не помню, в конце школы, в начале универа, из Казахстана возили один очень крутой энергетик. Торпеда назывался. Таких стеканных бутылочек. Был синий вкус, самый вкусный. Дешевая бутылка, сто двадцать пять, тридцать сругли, ноль пять. Из Казахстана отличный был вкус у него. Очень синяя торпеда. Торпеда Энерджи Дринк. Вот. И вот вы знаете, я сейчас чувствую этот вкус здесь. Реально очень похоже. Мне очень нравится. Очень вкусно. Он не резкий, не сильно газированный, не кислый, не сильно сладкий. Реально такой легкий вкус. Как будто Pepsi Light без сахара. Ну, я не люблю, что русская Pepsi, но, знаете, такой легкий. Хотя здесь сахар у нас есть. В общем, пить его можно довольно легко и неплохо. Запах и вкус мне очень нравятся. Да, легкий. Такой привкус сладковатый. Ну, и, как я говорю, оригинальный. За последние несколько лет я не пью ничего похожего по вкусу. Да, то есть, говорю, напоминает торпеду, которую уже давно не производят. Ммм. Очень вкусно. В общем, пока здесь все на пять баллов. Попробуем теперь Strong. Сильный, смотрите. Синий. Отдает каким-то что-то фруктами или цитрусами. Ммм. Гляньте, какой красивый дизайн. Красивый цвет, смотрите, да? Синяшка. Красота. А вот как раз уже синий цвет напоминает, как торпеда выглядела. Торпеда имела вкус вот этого, но выглядела она такая вот прозрачная бутылка с синим энергетиком. Красивый такой был. Вы знаете, он выглядит и на вкус почти точно такой же, как Бёрн Эппл Киви. Практически один в один. Реально. Единственное, что его отличает от Бёрна, это то, что он менее кислый и газированный. Бёрн Эппл Киви очень газированный резкий. Когда ты его начинаешь заливать в рот, у тебя рецепторы так сильно реагируют, что такая кислятина. Тебе хочется аж съежиться. Ух! Ну, взбодриться, да? Здесь такого нет ни газа, ни кислятины, а Бёрн очень мощный такой. Резкий, кислый, газированный. Здесь он такой более легкий вариант. Практически без газа и не кисленький. Ну, в общем-то, считывая, что он стоит в два раза дешевле Бёрна, неплохой конкурент. Точно не хуже, чем Бёрн. Точно не хуже. Что я могу сказать, резюмируя, чтобы вас не томить. Я поставлю данному напитку. Вот этому. 4 балла из 5 за вкус. Я просто Эппл Киви не очень люблю. Но это чисто Эппл Киви, только легкая версия. Что я подозреваю, что не сильно газированный, не сильно кислый, все. Остальное вкус практически похож. По составу я, конечно, не помню уже, что там их сравнивать. Но по вкусу это один батин. Опять же, лучше этот взять, потому что он в два раза дешевле, вот по мне так, чем Бёрн. Поэтому 4 балла из 5 неплохо. Ну, опять же, здесь кроме кофеина и таурина вообще ничего нету, да, то есть не сильно он мощный. Кофеин и таурина – стандартный набор энергетиков, как и везде. А вот это мне очень зашло и получает 5 баллов с 5. Меня окунуло прям в вкус детства торпеда из Казахстана. Шикарный напиток. Также раньше Гизи еще производили, не знаю почему. Я их видел несколько, некоторое время, около года назад в Москве, но опять они пропали. Их мало было. Не знаю почему. Очень вкусные энергетики были дешевые. Обожал их. Ну, как-то вот так. А вот это получается 5 баллов с 5. Очень вкусный, легкий энергетик. Такой легкий вкус. Не сильно газированный. Реально шикарный. Оригинальный. Вот этот ни на что не похож. Это Бёрн. Это ни на что не похоже. По составу все то же самое. Кстати, еще чем вот этот хуже, чем этот, здесь больше химоза. То есть этот вкуснее и меньше вреда. Ну, в общем, за свои деньги, я считаю, динамич классный энергетик. В принципе, пить их можно оба. Денег они свои точно стоят. Но мне больше по вкусу понравился и по ставу вот этот. Пять баллов с 5. Ну, а мы увидимся в следующих обзорах. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова